Итак, есть у нас персонаж, которого мы хотим перенести в Anime Studio Pro. Открываем рисунок с нашим персонажем, вставляем его в наше окно, увеличиваем до нужных нам размеров. Это первый способ. Второй способ. Создаем растровый слой и также самоуказываем путь, он попадает сюда. При этом обращаем внимание, чтобы мы стояли в нулевом кадре и слой, с которого мы будем копировать, то есть рисунок был выше слоя, в котором мы с вами будем рисовать. Давайте поставим еще палитру Face, дабы было нам веселее рисовать с вами. Это стандартная палитра. Повторюсь, я буду работать с кнопками, ну а вы учите горячие клавиши, потому что без горячих клавиш работать очень и очень сложно. Скроллингом увеличиваем рисунок, теперь выбираем инструмент, добавить точки. Сейчас наша с вами задача просто сделать обводку контура нашего будущего персонажа. Вот. Если где-то дрогнула рука или получилось неровно, мы в любой момент это с вами можем отредактировать. То есть, здесь, скажем так, не смертельно. Рисуем мы с вами персонажа, сразу копируем методом дролоскопа в один слой. В дальнейшем мы с вами всегда сможем этот слой раскопировать и растянуть. То есть, для дальнейшей нашей работы, для того, чтобы оживить персонаж, нам надо будет делать его с разбивкой по слоям. Ну а пока удобнее всего копировать персонаж именно таким вот образом, все в одном слое. Как вы видите, пока мы с вами ничего не видим. То есть, что-то происходит, но мы с вами не можем понять, что. Почему? Потому что снизу лежит наша картинка и пока что она нам мешает. Но нам так удобнее работать. Перемещаемся и опять инструмент добавит точки. И рисуем. Вообще, чтобы нарисовать качественно, перемещение, видите, точка немного съехала. Добавить точки, рисуем второе ухо. Старайтесь всегда работать, рисовать персонаж качественно. Я сейчас, в принципе, не сильно стараюсь. Почему? Потому что это для того, чтобы мы поняли принцип. Но все-таки необходимо прорисовать хорошо. Почему? Потому что нарисовав персонаж раз, вы сможете делать сериал на этом персонаже. И какой-то мелкий грешок, какая-то ваша лень секундная будет потом вас преследовать все время. Платье нарисовали. Рисуем руку. Первая рука. Вторая рука. Так, опускаемся к ногам. Вот, смотрите, мы уже с вами сделали обводку всего персонажа. При этом если бы еще и не болтали, да, то потратили вообще буквально пару минут. Так, хвост. Отключаем автосварку, потому что тут будет у нас такой завиток. Вот. Ну, без хвоста, простите, мы не можем обойтись. Но то она и свинья, чтобы у нее был хвост. Вот. То есть, нарисовали мы вот такого персонажика уже, да. Теперь начинаем заливать. Есть. Смотрим. Так. Тут давайте с вами создадим форму. Так. Есть такое. Теперь с этим кружком давайте поработаем, да. Вот. Сделаем вот такое вот для начала румянец. И второе. Выбираем ширина контура. Ставим сюда курсор мыши и скроллингом крутим. Поставим с вами ноль. по мне так на хумянце не должно быть никакого следа. Создать форму. Опускаемся ниже. Так. Немножечко переместить. Видите, плохо, когда работаешь только горячими клавишами. Немного теряюсь. Так. сделаем с вами платье вот такого цвета. Есть у нас платье. Теперь жука. Выделяем руку недостающую. Выделяем шифтом дополнительно. Вот. Много выделил. Шрифт. Шрифт. Создать форму. хвост. Создать форму. Опускаемся ниже. И повторяем ту же самую манипуляцию с ногами. Создать форму. Так. Есть такое. Но тут у нас видите пародия на ботинке. Поэтому выбираем опять ширину контура. выделяем две крайних точки. И делаем пародия ботинок у свиньи. Шестой. Пусть будет тоже шестой. Вот так вот. Примерно. Далее. что нам необходимо поработать наверное с глазами. Глаза. Немного мы так изменим форму. Так. Вот. Примерно так. Да. Точку сместим. Поставим белые зрачки. Так. Отключим слой. Белые зрачки. Есть. Так. Теперь давайте с вами сделаем что я хотел сделать. Нарисовать круг. Для чего нам круг? Это будут наши ноздри. Сливка. Есть. Смотрим. Файл. Рендер кадра. Вот уже вот такая у нас плана. Все таки вот так виднее. Есть. Такой. Теперь редактирование копировать. Редактирование вставить. И перемещаем. да. Вот. Есть у нас нос. Ну пусть будет такой. Нам самое главное чтобы мы поняли принцип. Так. Слой. Редактирование вставить. Оставим с вами зрачок. Редактирование вставить. второй зрачок. Так. Рендер кадра. Раступил рисунок. Его же надо было отключить. Правильно. Вот. То есть вот наш принцип как мы можем перенести быстро любого персонажа. То есть не составляя большого там труда мы с вами можем перенести. Понятно что он сделан сыро. но мы с вами потратили не так много времени на то чтобы его сделать. Правильно. Ну вот пожалуй все. Желаю вам попробовать и потом отписаться все-таки в комментариях о результатах. Если